Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Аминь. Каждое утро даем отчет за прошедший день. Это часть, даже далеко-далеко не полная, часть того, что поступило на разные ресурсы, и по скайпу везде, и что отвечаем. Как говорится, по просьбе трудящихся. Давай. Номер 58. Вопросы, пожелания и события дня. Задавайте вопросы. 07.02.2016 года. Это воскресный день был. Кругом измена, трусость и обман. Известная фраза последнего российского императора Николая II, записанная им в своем дневнике 2 марта 1917 года. День отречения от престола. Я говорю, что это как клеймо поставлено на всю Россию уходящим императором. 300 лет династия Романова была. И вот ее результат, к чему привели. Это он дает характеристику народу, которым правил. Прятали Евангелие. Соединение симфонии государства с церковью. Более ненужного занятия даже нельзя было придумать. Хомяков там что-то сказал. Ну и что он сказал? Языков. Только делов-то. Обман. Нормально, хорошее отношение. Вдруг бац. Как Дудин поднялся против наших 9 роликов. За ними гоняются хорошие беседы. Все. Сумасшедшие совершенно. И везде надо убрать и убрать. То есть он изменник. И сразу начинает бросаться. Мы находимся где-то и вдруг бац. Соединение какое-то с патриархией. Никакого мнения не было. Это обман. Нас собирали здесь в собрании. Наш отец Аким ездил два раза в Америку. Совещали, чтобы признание. Акт. Принять акт. О каноническом признании. То есть мы признаем, что патриархия имеет благодать. На таинство и прочее. А они признают зарубежность. Больше ничего не было. Но они заранее план этот высчитали. Это если примут. Любыми путями, чтобы приняли. Ну а дальше создадим переходной период. И кто не придет. Башку оторвем им. Это понятно. Сталинско-беревско-патриархия. Она не могла по-другому. Я заранее говорил, это будет. И вот сейчас они. Буквально бешеная компания развернута. Чтобы нас не было. Внимательно смотри. Ну а тут дальше. Мне вопросы задают иногда. Все еще. В контактах. В одноклассниках. Я там не бываю. Ни в фейсбуке. У меня есть страницы везде. Притом не одна. Зачем мне это? И модератор администрации перетаскивает на наш форум. Я даю ответ, а не обратно. И вот посмотрите, какие подробные даются ответы. Приходите прямо на наш форум. Форум. Я его отдельно покажу. Ну и даю объявление, чтобы помогли. Кто-то брал по одному ролику. Вот читайте, что тут написано. Вот не трудно показать, что делает у меня кошка. Маленько. Посмотри. Вот у меня костюм висит. И посмотри, она как кайфует у него. И люди не знают. А что такое? Подмышку лезет под рукава. Потому что сердце колотится сильно. Там выделение большое под подмышками на ладони. А кошки неравнодушны, вы знаете, к какому. То, что касается сердечных капель. И вот она это чувствует. И вот здесь помогите, чтобы было пояснение перед каждым. После каждого ролика. Сегодня необычный такой день, понедельник. Я хотел попутно сказать. Вот враги, которые тут хулители. А они начиная с лета развили компанию тут. Двудин, Скоротовский, Самсонов. Все выступают в студии где-то. Они раскрутили этот маховик. Они не знают, с чем это кончится. Уже кончается. Вот Дворкина они там посыпили. Ему материалы скинут, чтобы Дворкин скажет. А сейчас Дворкина хвост и в гриву гвоздает. Я вчера об этом говорил. Как можно было не понять, что это заслание специально из США. Сотрудник ЦРУ или ЦРУ направил вас сюда разрушить Россию. Один из самых главных, которые называются лютыми волками. И вот вчера что-то поступило. Роман Ромашов. Благодарю вас за то, что молились за меня. Ваши молитвы действенны. Вчера, 5 февраля, почувствовал благодатное состояние. Как бы восторг и легкость. Я почему-то понял, что это ваши молитвы коснулась меня Божья благодать. Психиатрические диагнозы сектоведа Александра Дворкина. Ссылка. И еще Дворкины. Внимание, кто такой Дворкин? Вот видите как. Но тут не полностью. А дальше я это раскрою. Не смог найти Игоря Дыбунова, чтобы укрепить его по поводу принадлежности вашей общины. Такими словами. Разве можно вас без вашего согласия перевести в другой патриархат? Если вы уже состоите в РПЦЗ, то как можно вас заочно перевести в РПЦМП? Вот вопрос. Если подобное практикуется, ну так пусть запишут к себе в патриархию и католическую, и старобрядцу. И ведь не получив согласия к примеру католиков, как окажутся в РПЦМП? Это мормоны есть. Им надо количество. И они посылают людей на кладбище и переписывают все имена. И это все наши люди. Наши. Это к себе переписывают. И постараются проникнуть там, где записывают. Ну, в городе есть организация, которая занимается ритуалом этим. И оттуда переписывают всех, кто умер за несколько поколений, сотню лет назад. А там все наши люди. Наши люди. Женятся там на мертвых. Рассказывают мормоны. Страшно считать. Да чем отличается патриархия? Мы молимся, ничего не знаем. Вдруг бац, у нас какую-то патриархию. Зачем это нужно? Дальше. Райхан Джайнакова. Доброй ночи, Игнатий Тихонович. Внучок Тимур, 20,5 годика, болен. Гланды, душа часто. Сейчас температуры. Молюсь сама и вас очень прошу. Простите за беспокойство. Прошу. Видите как вот. Просят по молитвенной помощи целый день и ночь. Непрерывным потоком круглый год идет. Вот как вначале враги нападать. Скажите, что у них есть? Ничего за это время не создали, ничего нет. Ну, понятное дело. То есть сегодня только утром выставил. Не сколько-то, а 7 роликов. А два вечером еще выставляю. То есть за день 9 роликов. Ну, вы посмотрите какие. Не просто количество. А посмотрите, какое качество. Какие вопросы разрешаются. Какие вопросы задают. Я касаюсь абсолютно всего. Дмитрий Тилков. Игнатий Тихонович. Посмотрите музыкальное исполнение собственного сочинения, уверовавшего еще в СССР по личному откровению от Господа через сновидение, и покаявшемуся в Баптистской церкви города Краснодара, музыканта и композитора из евреев Александра Атласа, проживающего в Израиле уже более 25 лет. Большое благословение в этой песне. Ну, вот она какая песня, кому надо, прослушайте. Ряду даже. Сергей Игнатов. Оценка событий в жизни людей во свете Библии. Это то, что нужно знать православному человеку всегда и сопоставлять с этой великой книгой Божией, при мудрости, свой жизненный путь. К этому призывают нас святые челюсти и православных проповедников современности, такие как Лапкин, Игнатий из Барнаула. А вот смотрите как. Вот это крупно можно даже было высветить, чтобы посмотрели, как это выглядит. Вот смотрите. Вот. Диагнозы. Зарядите и посмотрите. Выступают люди на основании документов, что человек психически больной. Да как это в советское время? Какое советское время? Он сам обратился. Но одно дело, в кармане человек носит шприц и наркотики. Другое дело, ему подсунули. Ну разница. Это есть один карман, но и наркотик-то один. Но отношение другое. Он сам обратился к наркоману, Дворкин-то. Сам. А другого брали, как генерала. Взяли его и все. Он говорил о том, что партия не может являться руководящей роли. Ну пожалуйста, Григоренко, Петр и прочее. Меня в данном случае именно постигла такая участь. А потом злоупотребление советской психиатрии. Что сравнивать-то? Пусть он показывает его документы. Я покажу сейчас свои документы. Когда я был арестован. И дальше смотрели. Проходило время. И что они имели через это? Вот его где два больших ролика. Смотрите. Так. Вот у нас что-то. И вдруг заходит один человек, называется злой гном. Ну как хочешь, так и понимай. Дедуля, посмотрел твой ролик. Все это, конечно, хорошо. Но такие, как ИГИЛ, нужно держать в ежовых рукавицах. Одной христианской веры ничего не добьешься. Ну и как ты будешь держать ежовые рукавицы? Кого держать? Когда государство поднимается всем миром и ничего не могут сделать. Ну слова одни. Ему отвечает полковник. Да полковник. Ни фотографии, ни фамилии, ничего нет. Но я и это беру, чтобы увидели, что вокруг меня делается. Держать? А на хрена? Убить их всех? Ты увидел хоть раз чуму, которую держали в руках? Вот не добили фашизм. Теперь он у нас под боком с портретами Бандеры шастает. Понятно как. Вот относительно того, что ничего не могут показать, и свое вот. Я еще раз покажу. Смотрите, как нужно. Я просто один раз покажу. Да уж я говорил. Все равно вот какие-то непонятные люди лезут. Вот смотрите. Вам видно или не видно? Ну вот что вот это вот? Вроде что-то есть, и вроде кого-то нет. Вот можем посмотреть. Открыть и глянуть. Видите, как выглядят люди. Вот. Фотография. Вот прямо стоит как. Вот женщина. Вот бесплатка это другое. Вот она как. И видно. Это можно даже крупным планом сделать. Вот покажу сейчас более крупно. Вот посмотрите. Ну. Видите, как приятно смотреть. Закрыто. И вот. Ну что такое? Дельфин из воды вынырнул, и у него цветочек. С кем я здесь же? Со цветочком, с дельфином, с морем. Я написал, что из друзей в их выбрасываю. И этот человек меня услышал. И смотрите, что он сделал. И он прислал мне сразу свою фотографию. Посмотрите, дельфин и какая фотография оказалась. Ну, она трудно открывается. Вот, пожалуйста. Как приятно посмотреть. Из чего скрывалось неизвестно. Бог дал красоту. Глаза. Видно, что пережитого было много. Но это еще не все. Некоторые... Тут я смотрю. Вот. Получил книги. Которые получают книги у меня. Я говорю, обязательно должны быть фотографии. И вот он сфотографировался. Посмотрите как. Это трехтомник наш. Которому нет аналога за 2000 лет. Я могу сказать, это лучшие книги за 2000 лет. Полное толкование с откровением вместе по всем святым отцам. 240 цветных иллюстраций. И вот он сфотографировался. И видите как. Попутно сказать даже хотел еще. Это мне, которое пришло от Министерства иностранных дел. Показать как есть. И тут же сразу какой-то Петров. Это я подделал документ, то-другой. Петров. И в характеристику Петрову дал Сергей Козлов. Говорит, это великомученик современности. И он говорит, это демон. Вот определение какое. И вот сейчас под разными именами русский. Самый русский, то-другое. Всякую мерзость. И ничего нельзя сделать. А что сделать? Только молиться. У нас другого выхода-то нет. Вот я показываю. Как надо даже потокарточку сделать. Дальше. Андрей Карташов. Спасибо Боже, Игнатий Тихонович. Великого проповедника православия. Какое там великие, так как говорится, на безрыбье и рак рыба. Коля Николай. Мир вам, Игнатий Тихонович. Посмотрел ролики с докладом о вас. Пришло на ум такое местописание. Это конференция, рождественские чтения во главе с Дворкиным. Там в Москве меня там они разбирают. И то, что есть. И лагерь. И все захватили. Это больные люди. Просто больные. У них нет документов. Провериться надо сходить в психиатрию. Дальше. Пришло на ум такое местописание. Зачем мятутся народы и племена замышлять тщетное. Тщетное. Восстают цари земли и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника его. Видите как. Поражаюсь. Вот понимаете, мне многие пишут. Вот такое местописание считают. О, это о вас. Вот это где-то прочитают. Вот я не видел, чтобы... Ну прям по неволе я думаю о вас. А при чем тут я? Ну вот так Господь взял. Поражаюсь. Как они ополчились на вас. Видно, что им неспокойно. Если бы рассматривать какую-либо ересь действительную, она бы их не так затронула. Да, конечно. А вот когда действительные обличения, тогда их это не устраивает. И они прямо кипят от ненависти. С кем борются сами не знают. И если уж они вас за еретика держат, почему они отвращаются после вразумлений? Хотя и вразумить не могут, потому что оснований нет. Такое ощущение, что Писание не придерживается, а там все эти обличения им налицо. Я же привожу места Писания. Как вы креститесь? Вот стоит даже патриарх и куда-то руку туда сует. Ну, крестить это дело Божье или не крестить, а крестить на знамение? Крещение. Считайте, Иеремия 48.10. Проклят, кто дело Господне делает небрежным. Небрежно исповедует, небрежно причащает, допускает до причастия. Все небрежно. То есть одно сплошным потоком проклятия идет. Нарушающие заповеди подклятваю. Нарушающие каноны подклятваю. То есть, кроме какой благословения я благословляю, машет рукавами. Феофан Затворник говорит, я благословляю, а Бог говорит, я не благословляю. И что утверждено будет на небесах? Ну, обман один. Как сказал Григорий Петров, священник. Слава Богу за все, написавший Акапис. И он говорит, строится не царствие Божие, а царство попов и монахов. И все это пристройки, пристройки к храму Сапии. Нигде не видно уже Сапии. Это вот эти разные саращики, предания, традиции. И везде конфессии, динаминации. Это лживые слова дьявола. Нет конфессии. Есть ересь и есть церковь истина. Все, что не истинно, это толкает динаминации и конфессии. Это ересь. Слово ересью замените. Никаких проблем нет. Это слово чуждое нам. Говорите. Нерешенный вопрос. Вот все стало на место. А то проблем, проблем. Дальше. На описание роликов у меня пока что времени не хватает. Продолжу по возможностям. Еще хочу книги вас заказать. Открыты МОКом и некоторые тома. Какие именно? С беседами с сектантами. Второй том. Разбор Корана. Восемнадцатый. О евреях. К евреям три тома. Двадцать, третий, четвертый, двадцать пятый. И с ответами в стихах поэтов. В двадцать шестой. И к истинному православию. И если можно... К истинному православию? Да. О, это я не заметил даже. Вот видите, как надо добавить к этому. И если можно, одно Евангелие красное, которое вы раздаете. Напишите, сколько все это мне обойдется. Но я эти неправильно, не добавил еще, сколько там, 400 рублей. Вот ответ даю. Видите, какие там а ему, ну сколько вес, расстояние и за пересылку. Тубасов один пишет. Мир вам не знаю, куда написать, решил создать новую тему. Это на форуме. Есть некий, в кавычках, старец. Иеросхимонах Рафаил. В миру Михаил Иванович Берестов. 20 ноября 1932 года. А родился где? Москва, РСФСР, СССР. Священнослужитель Русской Православной Церкви. Постриженник Святой Троицы Сергеевской Лавры. Широко известный критик экуминизма, ННН, антиглобалист, духовный писатель. Меня мучает один весьма логичный на первый взгляд вопрос. Выглядит сей старец, как стопроцентная женщина, голос, тело, лицо и прочее. Я его наставления не слушал. Просто наткнулся в интернете и поразился, что люди говорят, что это мужчина, причем так уверенно, хотя у старца даже щетины нет, не то что бороды. Заранее простите меня, если задаю неуместный вопрос. Ну, действительно, такой писклявенький голосок сидит, может быть, это Евнух, а такое родился, то другое. Но не в этом дело-то, не суди человека по внешности. Ну, теперь я взял из интернета, вот я пишу, из интернета. Рафаил, я всегда говорил и говорю, что нам необходимо быть в лоне церкви и бороться за чистоту православия внутри, а не отделяться от церкви. Мы не за раздробление, не за расколы, мы за церковное единство в чистоте веры. Иеросхимонах Рафаил Берестов. Смотрите, вот это вот именно мои слова, я об этом все время говорю. А почему посылаете людей в московскую патриархию, когда там сплошная ложь? Внутри надо работать. Зачем туда посылаете, когда знаете, что они там волки лютые? Потому что там надо трудиться, не отделяться. А почему сами-то не идете в московскую патриархию, а нам нельзя? Нельзя. Он монах, его там защищают, меня никто не защищает. Они сразу, за ним ничего нет, он поднялся, у него ничего нет. А у меня и лагеря, и чего только нет, и интернеты, и книги. Это все патриархии уничтожат сразу, потому что имеют власть. А так они никакой власти не имеют. Ну, они над мусульманами не имеют и над нами. Дальше. В августе 2010 года посетил Молдову, чтобы поддержать клириков и мирян, выступающих против экуминизма. Все, он встал, отряхнулся, ничего за ним нет. Нам нельзя туда, потому что это смерть всего, что мы делаем. А что мы делаем? Говорит только антиглобализм. Ну, три вопроса он берет. А у меня 333. Да не только. 413 пунктов, по которым я стараюсь давить все время. Патриархии их искажают. 413 правил. Да еще 120 отбросило. Добавь к этому, сколько получит это? 413 до 120. Это получается 533. А у него всего там три. Разница-то есть. Церковь не патриарх. Вот здорово. Не митрополит и не епископ. Они слушаются масонов. О! Представь себе, какие находятся люди, которые говорят, как его можно не слушать-то? Из них немало завербованных из МОСАДА или ЦРУ и других юрейских организаций. Чудесно. Вот ты смотри, маленький такой, щепленький, как бабеночка какая-то выкинута. А смотри, это слова гиганта духа. Вот я бы не сказал этого, не выбирал. Но меня подсунули, я теперь даю это в интернапор, он уже ответил. Это все силы зла не пытаются разрушить нашу церковь. Аминь, аминь, аминь. Вот так. Архиепископ Феогност обвинил отца Рафаила и большинство участников беседы в кавычках расколе. Все, больше ничего, раскол. Если его расколе, а про что говорит-то? Они нас обклеили, как меня Александр Мень говорит, как заграничный чемодан клейбами. Игла. Дорогой мне брат Сергей, мои чувства к вам такое, как будто это я болею рядом с вами. Сегодня у нас отмечается, как поставлено, первое воскресенье февраля, день нашего сайта. На собрании мне пришлось сказать и о вас, вашей помощи. На неделе будет этот ролик. А уже выставил. А про Дворкина нужно от корки до корки прослушать на занятиях, о том говорил сегодня. Сергей Козлов отвечает. Я это чувствую, как вы понимаете меня, дорогой Игнатий Тихонович. Я вчера про Дворкина все прослушал и сделаю из двух один скомпонованный ролик. Вот он уже сделал. Сергей Козлов, я тут отделил мух от котлет, и вот что получилось. Ну посмотрите, какой тогда найдете. Дворкин, кто он? Вот так называется. Зарядите по-русски. Олег, посмотрел ваш последний ролик. Рад за вас, что вас так поносят и хулят. О как! Рад, что нас поносят и хулят. Вообще чудо. Хуже было бы, если бы вас хвалили. Будете иметь нетленные венцы. В немощи сила ваша. Храни вас Господи. Вот так. Александр Игнатий Тихонович, мир дома вашему. Я сегодня, когда утром получил от вас ссылки, смеялся. Вы всегда говорите, что у вас эти тираны 26 лет. То есть, как? Меня заблокировали. Я не могу ни за границу выехать. Я поступаю в университет. Поступал там, где 14 человек на одно место было-то. Но я прохожу, знаю экзамены, там, пятерки одни. Проходит день-два, меня уже выгнали. У меня стоит печать. Печать. Психиатрии. И 26 лет они меня гнобили. Нигде на работу нельзя. То есть, совершенно... Сейчас вот рукой не могу шевельнуть. Все еще у меня болит, как меня руки выкручивали. В 61-м году, не в 80-м. В 86-м, когда меня брали. Сотрудники. Я уж не знаю, там, каким ведомством. ЦРУ или КГБ это были-то. И по сегодняшний день я во сне даже не могу. Чуть-чуть только застудил. И тогда вообще рука, воспаление и прочее. Когда накачивает, такая вот нога у тебя, как у слона, делается. А тут по литре, там, больше жидкости в тебя вгоняет. Что только не делали. Меня сколько пытали. 26 лет это было. И у меня есть документ. Он говорит, что я в психиатрии был. Но с каким я документом-то вышел оттуда? Я бы его не достал ни за какие деньги. Это Бог делает. Гонители нужны. Блаженны, когда будут гнать вас. Но я не могу. Гоните меня, гоните. Этого нельзя сделать. И вдруг они поднялись, то есть, от их готовят венец. То есть, мое отшествие где-то рядом уже должно быть. А вот пусть покажут они. И вот так результат. Вы не зря говорили, что Дворкин мрачный тип с двойным гражданством. Понимаете, я говорю, как Дворкина можно было не узнать. Я один раз, первый раз, там, лет 20 назад, когда увидел, я говорю, это чужой человек, неверующий, нерожденный свыше. Он мертв, он разрушитель. Он людей натравливает друг на друга. Он заставлен сюда, чтобы наше общество раздробленное было. Но его патриархия пригрела. И все архиепископы с ним рядом. Все от него будут открещиваться. Они увидят его плоды. У него ничего нету за душой. Ничего нету. Вот он приехал сюда с двойным гражданством человек. Послание к СРУ. И что он тут сделает? Дальше. А я бы еще добавил с двойным дном. Да. И как сказано, подобные ищут подобного. Это я ухулителях ваших. Им бы тоже не мешало подтвердить свое душевное равновесие. Пусть они представят справки из психиатрического отделения. Здравия вам и долгоденствия. Да будет нам все воля Божия. Спаси Христос. Вот посмотрите здесь. Вот я сейчас постараюсь крупнее сделать. Которое в интернете вышли материалы про Дворкина. Видно или не видно, не знаю. Зарядите. Даже по-русски вот это зарядите. Скопируйте. И вы увидите. Одни документы. Это человек больной психически. Больной. Наркоман бывший. Наркоман. Теперь я даю. Говорит. Вот у вас документы есть. Я тебе покажу мой документ. Том 1. Листы. Дело 362-367. Акт 58-95. Это 80-й год. 80-й. Кемеровская область. Психиатрическая больница. Врач Мазур М.А. Кандидат медицинских наук. Краткие выписки сделаны при закрытии дела Лапкина Игнатия Тихоновича. Внимание. Слушайте. Вам говорит человек, которого вы не знаете. Который вот там на конференции, чтения какие-то. Он больной Лапкин. Он психически ненормальный. То есть давайте его заклеймем. У меня документ, повторяю, есть. Документ государственный. Если это психиатрическая экспертиза, когда в тюрьме сидит, его отправляют туда. Ну и обычно там бывает две недели и довольно. Я сижу месяц, второй, ждут светила вот этого Мазура. Из Москвы. Института Сербского. Он приехал специально со мной. Говорить и определить, кто же такой перед ними сидит. И вот смотрите, кавычки открывает. Это не все выписано. Все это большая там где-то. Но из этого можно понять, что другого там нет. А только более подробно там считай. Считай, говорит. Не так, как Пономарь, а с чувством, с толком, с расстановкой. Кто это говорил? Александр Сергеевич Грибоедов. От горя от ума. Со стороны внутренних органов без патологии. Со стороны центральной нервной системы органы патологические не нарушены. Не нарушены. У меня все нормально. И дальше. Психическое состояние. Испытуемо правильно ориентировано во всех видах ориентировки и судебно-следственной ситуации. Вот так. То есть там день и ночь находишься, за тобой наблюдает. Стационар. На комиссии собран и подтянут. Приветлив. Он хорошо доступен контакту. Ясно и четко изъясняется. Доброжелателен и приветлив с врачами. Хорошая. Вам-то характеристику дадут такой дворкин, что даже в тюрьму не примут. Дальше. И главное, врачи настолько были расположены. И ко мне подходили. Хотите, мы вам дадим справку такую, что вас судить не будут. Я говорю, мне как раз этого не надо. Мне на суд надо выйти, сказать людям. Ну, какому преступнику, чтобы врачи подходили, не деньги платить, чтобы дать ей справку, отмазать меня отсюда, а сам просился на это. Ну, знаете, скажите. Вот я один из тех буду. На здоровье жалоб у него нет. В беседах эмоционален, последователен, открыт. Себя психически больным не считает. Подробно рассказывает врачам, как он пришел к вере в Бога. О чем рассказываю дальше? Он воспитывался в религиозной семье, боялся греха, сдерживало его от аморальных поступков вера. В душе он всегда почитал Бога, но религиозных обрядов не почитал. То есть не знали, мы не церковные были. Никогда не казалось ничего, не мерещилось. Все последние годы он физически и психически чувствовал себя хорошо. Ну, это с работы, с правки, у них все было. За последние 20 лет все биографии мои, все у них на руках было. Он посвятил жизнь в своей вере с каждым годом все глубже, умом и сердцем. Стремился познать Писание Божие и кое-что стал понимать. Это мои слова. Вместе с тем много... Год гордость, гордыня, прелесть, гордыня, прелесть. Вот у вас гордыня и прелесть. А вы что свое-то на меня накладываете? Вот мне характеристика людей, которые со мной день и ночь живут. У вас ни у кого нет справок-то? А если есть, то они там показывают, что кто вы. Вместе с тем он много работал, так как является хорошим печником. Он никогда не нарушал трудовую дисциплину. Свою работу выполнял честно и добросовестно. Жену он очень любит и обожает. Он всегда был открыт для людей. Делился людьми последним куском, в кавычках. А жена слушает, сидит он и головой крутит. В последние годы его стали уважать верующие. Появилось много знакомых, соратников по духу и вере. Ему нередко приходилось разрешать споры в толковании священного писания среди верующих. Ну я сейчас разрешаю. Нередко, при том, каждый день. Какие вопросы задают. Ну и спрашивают, а что вы заканчивали? Я ничего не заканчивал. Ничего. Ни семинарии, ни академии. Но как-то сели тут ученые-мужи подсчитать за эти годы, что я его знал. Это минимум от 4 до 6 университетов должен был кончить за 10 лет. Это непрерывная учеба. На сон уходило 2,5 часа. Дальше. Испытуемый обнаруживает хорошую память, знания религиозных текстов. Он приводит на память множество цитат из Библии и Евангелия. Свободно оперирует своими знаниями. Вот такое кому дадут? В психиатрической больнице, в стационаре и что бы дали? Такую характеристику. Вину не признает. Не признает. Дальше. Большим чувством говорит о своих мучениях в тюрьме. Муки его духовные и обусловлены тем, что он вдруг оказался среди матерых убийц и насильников, где нет ни одного человека, близкого ему по духу. Нет единоверцев. Давай. Телефон звонит. Говори. Ну все, отошел. У нас запись идет потом. Как раз посчитатель Осипова, один человек, с которым сейчас сорок говорил-то. А меня попросили его немедленно выставить, а то Осипову мы подоткнем. Какие плоды у него растут у Осипова. Дальше. Он скучает без голубого неба, луча солнца, без птиц. Понимаете, сколько эмоций здесь. Он очень переживает разлука со своими родными и близкими. Окажись сейчас на воле, расцеловал бы всех и все деревья и зеленые веточки на них. Вот как. Понимаете, поэма из Писиатрии. Вместе с тем он и осуждает себя за свою сентиментальность, за привязанность к земному. Он должен думать о Боге, а оказывается мысли у него заняты земным. И поэтому он, видимо, плохой христианин. Ну пожалуйста, прелесть гордыня, прелесть гордыня. Ну любой же скажет, какая тут гордыня. Это я сам себе, говорю, плохой христианин. Еще охота деревья обнять и родных увидеть. В течение всей беседы он держался уверенно, фанатично, отставил свою точку зрения. Фанатик, это настоящий фанатик. Несколько переоценивая свои способности. Это с их мнением, с способностью. А возможно или невозможно, в церкви я говорю, возможно. А они знают, нет. Я беру на себя якобы миссию какого-то реформатора. А некоторые переоценят, какие в тюрьме способности это. Это из слов они взяли из моих. Дальше. Высказывал свою точку зрения на те или иные вопросы, связанные с его убеждением. Видите, а в чем? Дальше. И дальше объясняет, где я переоценил свои возможности. Он считает, что богослужение должно вестись на русском, в современном языке. Не на церковно-славянском, а на литературном языке. Что некоторые религиозные отправления, по его мнению, подлежат модернизации. Чтобы привлечь на сторону церкви молодежь. Пообщить к вере, наставить на праведный путь. Вот она, я переоцениваю. Это, так сказать, невозможно. Православие мертвое. Там ничего этого нельзя сделать. Я переоцениваю свои силы. Это гордыня. Прелесть. Испытуемый склонен к подвижничеству, миссионерству, религиозному просветительству. Это в тюрьме, так сказать. В психиатрии я нахожусь, и они это все подметили. Почему? Потому что это моя жизнь. Это моя стихия, как Зоя Александровна сказала. Вы трибун, говорит, от рождения. Вам площадь нужна. Мышление у него последовательное, логичное, связное. Также не обнаружено каких-либо патологических нарушений мышления в письменной продукции. Бредовых идей и галлюцинаций у него не обнаружено. Эмоционально он живой, адекватный, теплый. Это никакая не справка. Так и так не пишется. Это литературный язык. Я спрашиваю, кто будет слушать этот ролик. Поищите людей, у кого есть такая справка. Я заранее могу сказать, очень и очень трудно будет найти, хотя внутри, думаю, не найти. Не найти. Это Бог делает. Это мой жизненный путь. Эмоциональный, живой, адекватный. А то он неадекватный. Первый раз услышал Дворкин, уже я неадекватный. А тут я живу день и ночь нахожусь. Интеллект соответствует культурному уровню и образу жизни. В отделении каких-либо странностей в его поступках и высказываниях не отмечалось. Он много молился, скрупулезно выполнял все предписания религиозного характера. Молился в назначенное им сами время несколько раз в сутки. Постился и тому подобное. То есть, если там подъем был в 6, то я встал в 4. Утренняя двухчасовая молитва и днем раз в 5, по часу по полтора. Каждый день, ни одного дня пропуска не было. И дальше? Много говорил на религиозной темы, обращался к испытуемым с проповедями. Испытуемым это контингент. Там открытые эти палаты называются, ну тоже как камеры. А я ходил и им свидетельствовал. Говорил об этом без страха, прямо в глаза. Призывал к смирению. Понимаете, какие слова пишут? Окружающие с интересом слушали его, группировались вокруг него. Преступники. Многократно туда отправляют это убийцы, насильники, а не просто так. Туда направляют людей, которые, ну невероятно, что он сделал-то. Нормально он был или ненормальный-то? Пятимесячную девочку изнасиловал. Ну что непонятно-то? А я с ними теперь говорю. С медперсоналом и врачами он был вежлив, предупредителен, не назойлив. Главное, а сектанты назойливые. Они лезут, не знаю, я знаю, не знаю, начинают, а вы знаете имя Божие? И теперь, ну знаю, я знаю. Ему не надо знать, что ему надо высказаться, а уровень птичьего ума, как говорится, даже говорить страшно. Не назойлив, вежлив, предупредителен. Как можно было заметить предупредительность? А кого чего-то не хватало, у меня что-то было, я старался отдать. То есть я не надсажался этим образом жизни. Вот я утром встаю, а уборщица уже пришла маленько пораньше, и под подушку мне там галеты, там, печенье наложило. А напротив один лежит. А почему ты мне не даешь? А зачем тебе давать-то? Ты убил отца родного. Ты мать убил. И что тебе там, кроме матерка, что я от тебя получу? А он молится. Я видел, он каждый раз начинает сорок поклонов в землю, руки, голова, колени. Моя мама говорила, кто так молится, Бог его обязательно слышит. Я и не знал этого, а она мне говорит. Вот как, а я этим печеньем, что они положат, теперь делюсь с ними. Он благодарил за хорошее к нему человеческое отношение. Выражал неподдельное изумление тем, что к убийцам, преступникам, так хорошо относятся. Вместе с тем он тяготился пребыванием в психиатрической больнице. Простил скорее выписать его из отделения. Потому что приходят люди, уходят, а я один сижу. Меня не выпускают. Мы не можем дать вам характеристику. Еще это нужно ждать с Москвы. Вы увидите, кто. По имени отчества определите, кого они ждали. Иногда мог сплакнуть. Вспомним о родных, о свободе. Спал и ел хорошо. Заключение. Душевным заболеванием не страдает. Не страдает. Все, судите дурака. Он является психопатической личностью из круга паранояльных психопатов. Как будто бы плохое слово. Оказывается, это хорошее. Я потом разбирался. Говорит, это похвалу вам сделали. Об этом свидетельствуют свойственные ему характерологические особенности, проявляющиеся в повышенной волевой активности, а также склоненностью к его образованию сверхценных идей реформаторского содержания. Вот в церкви я считаю, что должно быть по-другому. Вот как это. Однако степень указанных нарушений у Лапкина Игнатия Тихоновича не столь значительна, чтобы он не мог отдавать себе отчет о своих действиях или руководить ими. Так как у него сохранены интеллектуальные способности, он обнаруживает заинтересованность в личных делах, способность критически оценивать свое поведение и регулировать свои поступки с учетом окружающего, равно как предвидеть последствия своих действий и удержаться от совершения их. Все эти годы регулярно работал, женился, не производил на окружающих впечатления человека с психическими нарушениями. Чудаковатого. То есть характеристики с работы, с предыдущей, за 20 лет все собрано было. На производстве он также зарекомендовал себя положительно и странности поведения за годы работы у него не наблюдалось. Он остался эмоционально живым, адекватным, у него не имеется свойственных для шизофрении нарушений мышления, проявлений психического автоматизма, а также клинических проявлений, связанных с нарушениями произвольной деятельности. А там уже это шизофреник на меня, то другое-то. Подождите, шизофреник. Шизофреник наворочил нас только. Еще раз говорю, что вот вы нападаете сколько, а за это время, за лето только, я привез готовых 700, кажется, 15 роликов. Вот сегодня у меня за день будет 9 роликов стоять. И почему? Потому что я переполнен, как его, говорит, вином, как сосуд переполненный вином. У него не выявлено нарушений восприятия, бредовых идей, в том числе и религиозного содержания. Нормально все. Не описано также характерных для такого приступа острого чувственного бреда, психических автоматизмов и идей величия. Признать вменяемым. Мазур Моисей Ааронович. О, Моисей Ааронович. Ну еще непонятно, кого ждали. И он со мной когда беседовал, умный мужик, пожилой. Ну и дальше Колесникова, опять Колесникова у меня. Колесникова. Да. Яницкая. Вот. И он мне говорит, а вот, когда сидим, вы что-нибудь слышите, так вот это, вот сейчас мы двое сидим, я хорошо слышал. Я говорю, я слышу голоса. А какие? Я говорю, в коридоре там матерятся. Ну я не про это спрашиваю. И дальше он разговор-то говорит, скажите, вот, Зоя Космодемьянская. Ну тогда они и говорили, что она сама поджигатель, и крестьяне ее поймали, немцам сдали, так как она патриотка такая. И у вас вот святые мученицы, ну как Екатерина. А кто, по-вашему, вот, больше подвиг взял? Вот. Если так по-человечески, я говорю, конечно, Зоя Космодемьянская. А почему так думаете? Да потому что Варвара и Екатерина, они знали, получат обратно это тело, эти пальчики, эти груди, которые отрезали. Они будут со Христом. А у этой ничего не было, и она и шла на такой подвиг. У нее ничего впереди, кроме могилы, не было. Это рисует она с петлей на шее, и всех не перевешиваете. Перевешивает, и третья часть человечества могилу столкнут за один день. Дальше. Вот я дал характеристику, мне дал, которые мне характеристику дали. Покажите, которые меня судят. Юрий Соболев. Благодарю, Игнатий Тихонович. Информация пригодится, буду знать. У меня к вам вопрос возник. Как так случилось, что в 4 веке, а это можно сказать, заря христианство? Святая Моника, мать Агустина Блаженного, воспитанная в христианской, и не только по названию, семье, вышла замуж за язычника, который обратился только в конце жизни. Сегодня это очевидный грех. А разве раньше так не было? Или такие браки благословлялись? Что вы ответите, кто слушает? Ну, отвечайте. Традиция, том-то, вот мы от тебя, смотрите. Ответ-то уже против вас пойдет. Ответ, 4 век, это не 4 день. В одном поколении, в 25 лет уже столько можно наворочать. Служили в войсках языческих императоров. Оказалось, не худо и не так уж мало при Трояне 11 тысяч воинов-христиан. И шли на захватческие войны, как Георгий Победоносец, деканонизированный у католиков. А Грузия, Джорджия, страна Георгия, где, как пишут, несколько сот храмов честного Георгия. Но были и такие, кто понимал несовместимость звания христианина с воинским званием. Ну что, вот теперь я даю. 20 января Феотекн был принужден к воинской службе, не хотел, как христианин, идти на военную службу. Почему его нигде нет ни одного храма Феотекна? Все это скрывается. А вот везде только одно Сергей Радоневский, Александр Невский. Да Александра Невского нет никакого. Алексей, который принял. Александр Невский, это был патриот Родины, никакого отношения к христианству не имел. Вот когда он принял схему, это Алексей. Этого мы знаем дальше. 3 февраля Роман. Это 3 февраля по старому стилю из «Жития святых» Дмитрия Ростовского. Никто не знает этих вот этих. В честь их ни храмов нету, ничего. Роман Угличский. Решил не сопротивляться варварам-татарам. Просто сдал всю город, и все, и он святой. 17 февраля Феодор Тюрем. Приказ императора принести жертву, отвечает святой. Каждый знает, кому служить. Я Богу служу. 18 апреля. Христофор. Копьеносы Диоклетиана, лютейшие, выгонители христиан, христиане. Представьте, Диоклетиан дольше всех царствовал. И до 532 года эра Диоклетиана, от него ли это исчисление шло вообще нормально? Вообще никто не знал, когда Христос родится. Только Дионисий Малый там на 4 года ошибся. Теперь где? В Диоклетианах копьеносы, защитники были христиане. Зачем? Работать не хотели. Так ни один, ни два. 21 февраля апреля. Феодор отказался от службы, сбросил у себя знаки военные, сказав, я христианин. Вот и все. Почему его не прославляют нигде? Потому что надо государству воинов. Ну и все, теперь выходит Смирнов Дмитрий, кадет, на его совести тысячи погубленных людей. 19 августа, Андрей Стратилат. 2593 воина уверовали во Христа и не стали защищаться. А пошли в горы, где их догнали войска и порубили. Никто даже не защищался. А это были лучшие элитные войска. Почему нигде в честь Андрея Стратилата ни храмов, ничего нету? И биографии никто не знает. Даже жития написаны как выборочно. К одному идите служить, идите завоевывайте Афганистан, рубите в Чечне, идите разрушайте и прочее. Это нужно было царям? Польша была в российском государстве, в Минляндии, в российском, порт Артур. Ну посмотрите, Аляска лопнула наконец, все рассело с чрева. Святая Русь, в кавычках, она ни дня не была святой. 6 сентября, Рамил, в войсках Трояна обнаружено 11 тысяч христиан. Вот откуда я беру. Где Рамил? Да такого имя даже нигде нету. Ну кто может дать вот эти данные? Осипов, он не знает ни жития, ни чего, ни разу не приведет это. Он не знает. А как вы знаете? Около 10 раз я их прометелил. Составлял симфонию на них, каталоги. И поэтому мне нельзя не знать. 10 октября, Феотекина, среди воинов обнаружено много христиан. 7 ноября Ерон не пошел по призыву на службу царю, но ответил, я воин Христа, я христианин. Считал вредным для себя быть среди язычников. Он святой, его тоже не знают. Затерли, ни храма, ни в честь его никого не называют, ничего. Так Дмитрий Тарастовский разве все описал? 10 ноября. Милей. Видение. Строгое запрещение поступать на военную службу. И он святой. И он принял это. 11 ноября. Виктор. Воин христианин. Послан истреблять христиан. Вот как дожились наконец-то. А выдать за язычник это намного проще было и есть. Вот я отвечаю, почему выдавали? Да 4 век. Там уже наворочено было. Вот как старый обряд. За старый обряд. Какой обряд? Уже тысячу лет прошло. Они ориентируются на князя Владимира. Да князя Владимира-то христиане, которые пришли, они привезли ладаны. Ладаны сюда. Лопаты пошли в горы копать. Они Евангелие привезли. В народе-то этого не было. Лескоп это видел. Это из священнической среды. Николай Семенович писатель. Евангелие никогда в России не было проповедано, как должно. Вот ответ. Надежда Тишли. Спаси Христос, дорогой Игнатий Тикаревич. Замечания принимаю. Смотрит номер 56. Мой дядя работал на Афоне в Греции 15 лет. Реставрировал церкви. В общем строитель. И у него там монах вдруг. Зовут Иларион. Он часто ездит в Москву. И на этой неделе позвонил моему дяде и сказал, что к нам на Кубань приехать не может, потому что едет в Сибирь, в Барнаул. Понятно? Я вот уже переживаю. С чего он туда поехал? И именно в Барнаул. То есть она думает, что не с хорошим делом. И соединяет как бы со мной. И все там на Афоне смотрит. Ничего нельзя сделать. Ну что, подослать киллера, убийцу. Это для православных норма. Игнатий Тихонович, буду молиться за вас. Видимо они что-то серьезное собрание организовывают. Спасти Христос. Понятно? Беспокоиться как? Ну с чего ради? С Афона, в Барнаул. Даже храны не заезжают. То есть торопятся скорее. Ну может ко мне это не относится, но беспокойство это принято. Поршу всех помолиться. Роман Малыш. Слава Иисусу Христу. Они входили в затвор. Да, да. Это и есть истинная христианская любовь. Любовь Духа Святого ко всем. Ни на что не взирая. Матфея 8, 34. И вот весь город вышел на встречу Иисусу. И увидев его, просили, чтобы он отошел от пределов их. Марк 6, 11. И если кто не примет вас и не будет слушать вас, то выходя оттуда, отрасите прах от ног ваших во свидетельство на них. Истинно говорю вам, отрадней будет Содом и Гаморье в день суда, нежели тому городу. Возможно, это и есть причина появления пророка Магомеда. А монахи здесь ни при чем. Но сын человеческий придя, найдет ли веру на земле? Исходя из этого, человек непрерывно деградирует. В таком случае, 2 миллиарда магометян, ставшие православными, приблизили бы второе пришествие. Всему свое время. Жена рожает спустя 9 месяцев, а не 8 или 10. Вот так. Вот видите, сколько мы только еще здесь, еще не зашли в интернет. Ну а теперь посмотрим. Я показываю, что это вот мой лист. Вот и как видите, должны быть. Вот сколько сегодня выставлено уже. И собрание, и все здесь. Сколько у нас здесь видео? Видео 2400. 66. Вот и фотографии. 18 тысяч фотографий 800. Почему именно один? Потому что у меня взломали, там мусульманин залез и ничего не мог сделать, и Игнатий Лапки не пропускает систему. Пришлось поставить цифру 1. А теперь это вы считаете, что второй вроде будет? Ну, у людей и так такое понятие. Ну, может быть, будет и второй. Мне уже говорят, почему православие, Бог дал Игнатия, почему католикам не дает-то? Хотя бы одного дать, чтобы говорил истину как есть. Ну, и теперь вот здесь вот последние, которые были. Сейчас покажу. Это мы смотрели уже вот эту? Смотрели. Смотрели. Так. Это Михаил Кальмаев тоже смотрел. А этот что? Этого не было. Максим Федотов. Игнатий Тихонович, спасибо за книги Новый Завет. Все дошло в целости и сохранности. Да благословит вас Господь. А, это тот, который сейчас я показывал, с книгами стоит. Ну, вот и все. И дальше покажу еще наш видеоканал. Видите, как он называется? Открытым оком. Тут буква О, большая, надо с маленькой, потому что это неполное предложение. И во свете Библии. А вот если главное, вот здесь ткнете, слово главное, вот-вот, видно где, тогда откроется вот следующее. Что написано? Жития святых. На каждый день. Я в 80-х годах еще насчитал, а сейчас нашелся человек, видимо добрый, верующий-то. И он выставляет по житиям. Моим голосом насчитано, там иконы идут и прочее. Как бы наплывают. Вот, теперь дальше. Так, Евгений Александрович Давыдкин. Это более ранний период пришло. Это замечательная идея. Прекрасная и превосходная мысль сделать поселение, где не пьют спиртного, не курят, не ругаются матом, вместе трудятся и отдыхают, вместе изучают Слово Божие. И православные. У нас строят разные поселения экологического характера. Тоже люди. Но там нет основы веры. Тем более единой, православной, например. Там главное не пить, не курить, друг другу помогают тоже, конечно. Но нет основ. Слово Божье. Поэтому такие поселения получаются шаткие, валкие. Но, конечно, радует, что люди хоть так дотянутся к чему-то доброму и светлому. И, возможно, они примут Христа или кто-то из них уверует. Но ваш опыт очень интересен и полезен. Именно для православного человека, для верующего христианина и вообще для любого человека. Местная любовь Божьей состоит не в сюсюкане. Ответ. Как только перестали из христиан и сюсюкать... Это она называлась христианой, называлась... Это еретичка. Слава Иисусу Христу! Проверка такая у меня идет. Дальше. Перестали из христиан и сюсюкать, она обиделась. За собой же эта мадам или мадмуазель оставляет право принимать вид строгого и бескомпромиссного обличителя иудейских обычаев и преданий у нас в церкви, которых там нет. Да. Оля Волошина. Доброго вечера. Я сейчас читаю жития святого Антония Великого и хочу с вами поделиться как раз о том, что я у вас спрашивала, как дополнение к вашему ответу. Итак, он пишет. Все перечислять. А вы мне сказали другое. Великих подвижников даже искушали бесы всякими мыслями. Вы разве не знали? Искушали. Как это против? Никак не против. Искушали так, что даже сказать нельзя. Возьмите. Исааки Пещерский. Поклонился. А там не Христос, а куриные ножки. И дальше они его как стали. Бадминтон или что там, футбол играть им. И что было. Вы просто не знаете. Искушали, будь здоров. А Семен Столпник, когда огненная колесница хотела взять его, и в это время перекрестился, так как дым пошел, ничего нет. И тогда на одной ноге все время ставил. Искушали. Вы просто не знаете. Малое знание. Дальше. Николай Леонов. Это на Украине был такой парень хороший. Мы переписывались. И он пишет. Что скажете об этом правиле по поводу монашества? Просто большое. Просто я задержу сейчас. Прочитайте. Вот смотрите дальше. Переписка такая. И в конце пишет. А я это пишу. Я это пишу не чтобы вас в чем-то обличить, а чтобы разобраться. Ну я ему отвечу дальше. А я теперь отвечаю. Вот пусть и соблюдать эти правила. Сидят в монастырях. Они шарятся по магазинам и борделям. Этого правила монахи сегодня в глаза не видели. Превратилась в паразитирующую прослойку среди бомжей, но живущих с обогреваемым полом. И дальше. Правило какое? И это правило если бы соблюдали, то ни одной из секты не родилось бы. Не считая тех, которые родило монашество и священство. А таких-то ересиархов как раз и хватает на полный реестр. Что касается меня, то я имею письменную, заверенную подписью и печатью грамоту от митрополита Виталия и от своего епископа, который специально рукоположил меня в обществеца, чтобы я мог проповедовать в храме во время божественной литургии и присутствия епископа. Ну если можно, покажи более крупным планом. Вот она. Грамота. Просчитайте ее. Пусть теперь те, которые на проповедь имеют и не имеют, покажут. И дальше. Вот пусть кто из мирян несет слово Божие, покажет хотя бы такие документы. Здесь в этом правиле не говорится, чтобы мы не могли нести слово Божие с толкованием святых отцов, к чему призывает и святой Иоанн Златоуст. Речь в правиле идет только о незнающих и учащих. Вот так. Так, Евгений Александрович Давыдкин. Здравствуйте, Игнатий. Заинтересовала очень меня книга о поэтах и параллелях Библии. Там высказывания вроде бы около 300 поэтов. Как приобрести эту книгу и возможно ли, какова ее цена будет? Ну все, уже послал ему, все книги получил. Кто это? Лариса Гурьянова. Вы изучали добротолюбие? Как вы веруете? Что есть отказаться от мира? Как монах? Подскажите, добрый человек. А самое главное, как это всю жизнь притворить? Например, я осознаю свою греховность. Как мне очиститься практически? Постом и молитвой? Как возлюбить? Вопросы. Игорь Кузнецов. Посмотрите на него. У него к нам совет. Давай. Здравствуйте, отец Игнат. Смотрел ваше видео, где в кадр попадают с изображением вашей деревни. Почему-то нет красоты и убранства. У вас нет мастеров по резьбе с деревом. Даже мостки на реке сделаны так-сяк. Прошу прощения за каверзный вопрос. У него специальность. И он бы хотел где-то что-то вырезать. А нам это некогда вырезать. Некогда. Ну и дальше тут о книгах. Вот я отвечаю. Тут такой ответ. Вот он идет. Я уже многократно отвечал. Олег Копченов. Мир вам благословенный брат. Смотрел ваши роли... Православный. А. Мир вам православный брат. Смотрел ваши роли в конце. Вы говорили о Новом Завете. Но если посмотреть на деле, то православие частично руководствуется им. Просветите. Ну частично. Действительно. Мало где на Евангелие опирается. И дальше. Максим. Петер Рябчук. Здравствуйте. Хотел спросить один вопрос. Мне кажется, вы можете на него ответить. Тут возник спор на такой вроде бы очевидный момент. Может ли бес войти в церковь? По Библии вроде же нет. Но как-то четко ответа не найти. Ну вот теперь, да, смотрите. Что за вопрос? Если считать то, что вы написали за утверждение, то оно верно. Потому ответа и не может быть иного. Благодарю за благоразумие. Ну вот теперь я отвечаю. То есть бес может войти в церковь? Да. Макарий увидел беса. Куда идешь? На литургию. Да, кажется, ты бываешь. А, в храм в смысле? Демон отвечает. Ни одной литургии нет, где бы я не присутствовал. Вот человек задремал или что-то. Демоны ходят. На кого цветок упадет, бросает цветки. Прилип. Он благовидную причину заторопился домой. Там забыл плитку выключить. Или ребенок там у него спит, проснется в это время. Дальше. Юрий Пархоменко. Если бы бывшая гражданская жена жестоко мстит за разрыв отношений с ней. Настраивает против детей. Не дает их. Что делать? Вот посмотрите на него. Вопрос он задает. Это не жена. Ясно дело. Ну что это? Что отвечать-то идет? Под светом. Это полное, полное. Пустым, пустое. Езра говорит. Ответ. На что там? Это. А может ли бед войти в церковь? Как храм имеется в виду. Да, да, да. Я говорю. И в 1.6. И был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господа. Между ними пришел и сатана. Дальше. И в 2.1. Вот точно так же. Дальше. 31 дворянник. Вы понимаете? Вопрос задал. Вот этот его вопрос я заранее могу вам сказать. Не каждый ответит. А теперь смотрите, сколько я даю примеров и жития святых. Это не Осипов. Никто не может ответить. Потому что это надо любить, знать. А я не признаю святых. Как не признаю? Но это не значит, что лепят. 31 января. Никита. Во время пения бес подпевал. Создавал благоухание. 22 сентября. Аверки. Дьявол, видя женщины, много зла творил ему и просил благословения. Благословения? Ну, нельзя. Ну, нельзя. Еще рано. Рано. Через полчаса зайди. Давай. 19 января. Макарий Александрийский. Видел, как в храме во время причащения черные эфиопы влагали людям в рот уголь. Вместо причастия чаще причащаетесь-то. А причащают-то демоны в это время. А причастие относимо незримым ангелам в алтарь. А те, кто недостудно причащается. Видел, что Марка всегда причащал ангел. 19 января. Макарий Александрийский. Дьявол звал его. Пойдем в храм на пение. Без нас ни одного богослужения не бывает. Вот так. 5 октября. Матфей Печерский. Он видел, как что во время богослужения по храму ходят бесы и бросают цветы на людей. Если кому цветок прилипал, то человек находил благовидную причину и выходил. Прикасались к глазам, и человек засыпал. На игуменском месте видел осла. Ну как ты думаешь, к тебе прикасался в храме к глазам? Засыпал. Ну у православных большой талант спать стоя. Особенно у старообрядцев. Они могут 6 часов спать и не дрогнуть. И глаза открытые даже. Ну вот смотри теперь, сколько я привел мест, доказательств, что сатана, да. И что тут еще вопрос был? Гражданская жена жестоко мстит. Я включаю. Притчи, посмотрите моды, прочитайте. Еще притчи. Женщина безрассудная. Это все найдете. Шумливая, глупая. Да. Ну вот эти места. Еще что. Юрий Прохоменко. А стоит ли пытаться общаться с детьми, которые она настраивает против меня? У меня уже нет сил. Я 6-й год пытаюсь наладить отношения с детьми. Все в пустоту. Ну достукался. Ответ. Не унывайте, а то плоды ваших вожделений подрастают. Примуды Соломона. Жены их несмысленны, и дети их злы, проклят рот их. Примуды Соломона. Ибо дети, рождаемые от беззаконных сожитий, суть свидетели разврата против родителей при допросе их. Зарядите в ютуб Степаненко Максим о слове к женщинам одинокими в гражданском браке разврата. Блять. Кому это сказано? А так, что иного и ждать бы не нужно было. Это ваш выстрел. Вам и хлебать его. Но не унывайте. Уповайте на Бога, и все еще может Бог изменить сие в его руке. Третье язвы. Горе тем, которые связаны грехами своими, покрыты беззаконними своими. Это поле, которое заросло кустарником, и через которое путь покрывает терном, так что человек проходить не может. Он оставляется и обрекается огню на истребление. Дальше. Татьяна Скопина. Благословите отец Игнатий. Подскажите, пожалуйста, как читать Псалтирь Богородицы? Как в книге или еще молитвы? Видите, какой вопрос? Я сейчас отвечу ей. Олег Копченов. Вы имеете в виду, что любая конфессия пребывает в этом? Но где же брат истина? В чем она? Я не придираюсь. Поймите, обращаюсь к вам как к более духовному и посвященному, не для превозношения. Хотя, билеты бывают по ревности. Для познания. Мир вам. Привет. Евгения Гуляева. Я недавно была замужем за мусульманином. У нас не было регистрации брака. Был только религиозный обряд. Никях. Как выяснилось потом, муж обманул меня. У него есть еще одна жена, живущая в соседнем районе. И теперь непонятно, была ли я замужем или была в блуде. Брак, не брак, непонятно. Теперь надо отвечать. Теперь впереди у меня ответы будут. Всем надо отвечать. Так, Евгений Левшин. Спасибо за вашу работу. Живу в Екатеринбурге. Хотелось бы посодействовать вам. Слышал про миссионерскую поездку, которую собираетесь организовать. Если поедете через нас, то помогу с проживанием, помещением для проповедей. Он встретил нас, и все это записано на... Так, дальше. Псалтырь Богородицы. Псалтырь Богородицы это фальшивка. И он по всем пунктам противоречит Священному Писанию. И является самой настоящей еретической книжицей-подделкой. Читайте Псалтырь Давидова Святой Библии. Ну как, говорит собачье сердце Зина, в печь ее. Там полиграф, полиграф повезь. Олег Копченов, вы имеете ввиду, что любая конфессия пребывает в этом? Да, да. Где же истина, брат? Поясню, что... Вот я уже отвечал. Вот оно где. Посмотрите где-то, прочитайте. Что такое секта? Как смотреть на это надо? Вот ответ какой. Это я составил один раз, и такие вопросы появляются. Я им просто посылаю его. Тормозните и найдете. Дальше. Владимир Бекли-Мишев. Подпись под фотографией. Православное теле не потеряется. А почему девочки? А почему девочки в повойниках непорядок, только замужние традиционно носят повойник? Нигде традиционно не знают. Написано, волосы должны быть закрыты, голова покрыта. У старобрядцев, если не замужем, полголова открыта. Но они не замужем. И она старая дева, ей уже 70 лет. Но в какой момент ей волосы-то закрывать-то? Она должна быть закрыта еще у грудей матери. Вот они в повойниках и стоят. Александр Петрович Антипчук. Здравствуйте, Игнать. Я очень хочу получить ответ на вопрос, который часто возникает в кругу моих знакомых. Так как я не очень умею хорошо пользоваться интернетом, решил обратиться к вам за помощью. Ситуация такова. Священники ездят на очень дорогих машинах, имеют особняки дорогие и так далее и тому подобное. Хотелось бы дать им краткий и основательный ответ с подтверждением из Святого Писания. Заранее благодарю и спасибо. Ответ. О чем? Начал я так. Предыдущий вопрос. Священники на дорогих машинах, особняки... А ну, отвечаю. Даже в ум не приходило никогда, чтобы иметь кому-то претензии, что они ездят на дорогих машинах. Это не моя функция. На это есть органы мирской власти, которые могут все это узнать и сделать выводы в пользу или во вред. Теоретически же бедность не порог. Ну и дальше какие места? Трища, тридцать восемь. Ситу удален. Посчитайте, сколько мест Писания. Я отвечаю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Десять мест Писания. Писание, значит, надо знать. И ответ. Святой Иоанн Златоуст очень строго осуждает богатство священников. Да и вообще всех. И дальше. Владимир Береев, да почему девочки-поводник? Поводник. Отвечаю. Традиции в деле спасения не могут стоять на первом месте. Тут Святая Библия нам подсказывает. 1 Коринфянам 11.5. И всякая жена, молящаяся или пророчествующая с открытой головой, постыжая свою голову, ибо это тоже, как если бы она была обритая. То есть эту часть у старообрядцев, которую они закрывают, ее обрить надо. Не покрытая голова или часть головы должна быть обритая. Да. И словом, жена указывается не на женский пол, а не на возраст. Да и на иконах, где изображены самые малые девы. Все доедины, а не с закрытыми головами, как целомудренные, одетые мусульманки. Дальше. Лариса Оськина. У меня серьезные проблемы с младшей дочерью. Помолитесь за рабу Божью веру, душевные болезни. Давайте помолимся, но не мне по силам только 12 поклонов. Видите, не по силам. Почему, не знаю. У нас принято на молитве. Это 3 святой и 100 поклонов. Ответ. Хорошо. Есть и вот такая молитва о щадах. Ну, сейчас посмотрите о щадах. Посмотрите потом. Теперь я продвигаю дальше. Евгений Шатилов. Ага. Уважаемый Игнатий Тихонович, мир вам. Я знаком с вами заочно с начала 90-х по записям, которые мне дал отец Арсений Соколов. Ныне игумен, живущий в Португалии. А в те годы иеродиакон при Успенском соборе города Енисейска. Он эти записи копировал с больших кассетных бобин, где вы рассказывали о своем обращении, встрече, беседе с баптистами и многое другое. Эти записи он брал у отца Геннадия Фаста. Качество их было не очень хорошее. То ли от неоднократной переписи, то ли от времени. Кстати, я тоже их переписывал. И они мне до сих пор целы. Ага. Я обрадовался. Который Арсений, если не ошибаюсь, писал. Он был даже близкий к сектантам. И вернулся. И теперь он доктор богословия, что ли, направленный в Израиль. Мы в Португалии были, в Лиссабоне. Но я там кое-что услышал. Дальше. Я обрадовался, когда случайно, а может, и не случайно, увидел вас на Ютубе. Я следил за событиями, связанными с отцом Андреем Курайовым. Вы знаете, это очень большое. Я с уважением, Евгений. Вот прочитайте потом сами здесь. Ну и как будто бы на сегодня все у нас. Благодарение Богу. Спаси Христос, Никита. Слава Христу. Ну, кому надо, значит, они найдут в этом для себя пользу. Вот так.